Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя видео серия для начинающих садоводов и огородников. Но сегодня будет не видео серия, а снова ответы на ваши вопросы. Когда вчера я выложила видео, вот где я отвечаю на вопросы подписчиков, то оказалось, что я открыла ящик Пандоры. Но мои ответы пришло еще больше вопросов, и когда люди узнали, что я могу ответить вот так онлайн, и начали писать еще больше и больше, и в Одноклассники, и на канал YouTube. И предложили регулярно делать вот такие вот видеоконференции, потому что действительно, когда приходит много вопросов от людей, сейчас весна, всех что-то интересует, и ответить в печатном виде, сидеть печатать, совершенно некогда. Я уже тоже, как и вы, занимаюсь и протравливанием земли, готовлю все это, и семена проверяю, ревизию делаю, еще рассылаю заказы семян прошлогодние. Мне действительно проще ответить в виде видеоконференции. Значит, сейчас возьмем за правило, вы будете задавать вопросы, я раз в 2-3 дня буду садиться и отвечать сразу всем на все ваши вопросы. Вот на чем я вчера остановилась, значит, мы продолжим. На даче у Агафьи пишет. Оля, добрый день, привет из Питера. Случайно наткнулась на ваш канал, тоже дачница-любитель. Мне очень понравился ваш опыт выращивания ранних томатов, и вместе с вами хочу вырастить ранний томат. Участвую с вами, сажаю сорт демидов. Спасибо. Можем дружить каналами. Многие в этом году, увидев прошлогодние мои ранние посевы, захотели посадить демидов и Настенька. Для всех желающих хочу сказать, сейчас буду уже предварительно давать заметки и объяснения в одноклассниках, и буду рассказывать, как, кто хочет со мной вместе начать, заранее буду рассказывать, что для этого нужно, как получить ранний урожай. Скажу сразу, не все сорта подходят. Высокорослые сразу откидывайте, искороспелки сразу откидывайте. Выбираем только сорта среднего созревания с толстыми стволами, которые не вытягиваются в рассаде, потому что им очень долго придется сидеть у нас на подоконниках в рассаде. У меня стеллажи для этого. Вот сейчас весной, несмотря на то, что это не очень комфортно, мы заносим домой стеллажи, и у меня в моем распоряжении 7 стеллажей. И для томатов, и для баклажанов. Как строить стеллажи, подробно расскажу. Ладно, отвлеклась? Олечка, вы такая труженица, здоровья вам. Все ваши знания очень важны, но это мы пропускаем. Очень. А, вот. Самсунг какой-то. В одном из видео вы говорите, что не надо углублять томаты, так как потом их надо окучивать за сезон раза 3. И если заглубить томаты сразу при посадке, им тяжело будет прижиться. В другом видео, где речь идет о посадке, вы говорите, что надо сразу же углубить. Даже показываете, какие у них попурышки корней, сантиметров на 20. Так как же нужно? Спасибо, видео нравится, только единства нет. Вот на этот вопрос я хочу ответить очень подробно, потому что таких нюансов у нас много. Вот смотрите, мы рассаду томатов выращиваем, ну, будем про томаты говорить, и в стаканчиках, и в лоточках. В стаканчиках, которые, это называется, защищенная корневая система. То есть, при пересадке, при высадке в теплицу, в открытый грунт, мы не повреждаем совершенно корешки. Они все остаются целые, и большие, и маленькие. Мы осторожно стаканчик, ну, переворачиваем ее кверх ногами, стаканчик раз, снимаем, заглубляем, и все. Так как приживаться ей будет, ну, не то, что приживаться, если вот, который из лотка, им надо будет долго сцепляться, то у этой уже все нормально. У нее не порван ни один корешок, не повреждена корневая система. Для того, чтобы она прижилась, ей не потребуется никаких сил и времени. Вот такую рассаду можно сразу еще присыпать сантиметров на 10-20. Вот эти новые корни на стебле будут образовываться, и это будет, потому что на корнях уже образовывается почти 50% корневой системы нашей, будет вновь нарастать. Будет очень крепкий корень, и вот сильная будет томатинка, вот эта помидорка. Если же томат выращивали вы в лоточке, и вы гребаете оттуда, ну, как, стряхиваете вот эту землю, корешки рвутся, это называется открытая корневая система. При пересадке они очень травмируют, травмы, короче, мы им наносим. Нам кажется, что мы землю отряхнули, весь корень целый. Но вот эти малейшие, много-много-много маленьких нежных корешочков все равно обрываются. При посадке этой помидорки, буду называть помидоркой, хотя говорят, такого слова нет. При посадке этой помидорки лучше для нее будет, если мы закроем сначала только ту часть, где у нее корень. Потому что какое-то время потребуется на сцепление вот этой корневой системы с грунтом. Пока она нарастит вот это большое-большое количество мелких корешков, восстановит всю корневую систему. На это ей потребуются силы и время. Потом уже можно будет присыпать еще. Так будет для нее лучше. Но, опять же, тут везде есть нюансы. Если, например, вы высаживаете даже с открытой корневой системой, но на стебле вот эти вот пупырышки уже, вот о которых говорит Самсунг, господин, вот эти вот пупырышки уже такие, что почти образовались корни вот эти воздушные. Представьте, она у вас была в комнатных условиях, в такой комфортной температуре. И мы высадим ее на улицу. Июнь, жара, у нас даже 25 градусов. Вот эти корни, которые пупырышки голенькие, их этим солнцем может сжечь так, что потом, когда вы ее огребете, они уже восстанавливаться будут очень долго, возможно, вообще не восстановятся. В этом случае, даже если открытая корневая система и долго будет проживаться, то лучше сразу окучить эти пупырышки, чтобы их сохранить от солнечных ожогов. Пусть она подольше будет проживаться, но мы вот эти дополнительные воздушные корни сохраним. И я хочу по этому поводу сказать, что тут нет однозначного решения. Вам никто не скажет сразу заглублять, окучивать или что-то. Вот я, я же как, я не профессиональный видеоблогер. Я вот когда что-то делаю, я это и говорю. Вот если я сегодня решила сделать так, я думаю, что ей так лучше в моей рассаде. Я делаю так, я считаю это правильным. Следующий у меня будет, например, день, и следующую помидорку я посажу совсем по-другому. Я буду считать, что это правильно. И каждый вот этот вариант будет верным, верный тот способ высадки и посадки, который будет более щадящим для вашего растения. Какую-то нужно сразу заглублять, ой, окучивать, а какую-то можно заглубить и эту лунку оставить неприсыпанную. Пусть она примется. Очень много времени потратила на этот ответ, но это очень важно. Раз человека интересует и он как теряется, как же все-таки лучше. Дальше. Оля, вы такая умница, сколько знаете, умеете. Спасибо за советы, подсказки. Наглядно увидела, как вы идете в тетради. Дальше тоже буду показывать тетрадь, у меня уже там новые записи. Оля, большое спасибо. Просроченных не видела, взяла бы с удовольствием, особенно помидоры. Сейчас расскажу про это. С 1 января все томаты, перцы и все-все остальные культуры в садовых магазинах, у которых закончился срок 1 января 2018 года, с нормальной полки переходят на полку просрочки. Про это именно статья у меня была, как можно ли сеять просроченные семена. Вот представляете, в декабре или в октябре ваши соседи купили эти же семена по нормальной цене, вы в январе можете взять их по очень дешевой цене. У меня сейчас уценка 80% на просрочку, но это не просрочка, я уже говорила, ее даже язык не поднимается, называть просрочкой. Я всегда покупаю, вот я в январе уже сейчас пошла, я купила много-много, 300 пачек пробовать, потому что я испытываю один, другой, третий. Какой-то сорт у меня останется навсегда, какой-то у меня пройдет, я его даже не замечу. Все новые хорошие семена, вот у кого, например, до 31 декабря 2017 года, а я купила сейчас через неделю или через две, можно сказать, что это свежие, совсем хорошие семена, потому что срок годности, я еще раз повторю, он всегда выставляется намного, ой, срок реализации в магазине выставляется намного меньше, чем срок годности. Все опытные садоводы знают, что семена способны всходить у нас на протяжении 5-7-10 лет, а реализация у них всего 2-3 года, и потом их все списывают. Но это прекрасные семена, вы можете их покупать, вы можете их сеять, получать прекрасный урожай, но главное, нужно успеть в январе. Свежую просрочку сильно быстро разбирают, потом останется одно старье. Идите в садовый магазин и покупайте. Какое расстояние между томатами, какая разница в урожае между вашей посадкой томатов и обычно на квадратный метр. Вы знаете, я честно вам скажу, я никогда не взвешиваю, какая разница, просто я делаю уплотненную посадку из-за того, что у меня очень маленький участок, 6 соток, охота впихать все, но я довольна, я получаю хороший урожай. И, как говорится, менять способ, если у тебя уже этот хорошо работает, смысла нет. Мне так очень удобно, во-первых, меньше колышков, вот на тысячу корней или я воткну 500 колышков, или мне надо будет тысячу колышков, если я каждый буду прицеплять. Это есть разница, это просто вот практически такие соображения. Экономия земли, экономия колышков, пространство дорожки больше можно сделать, когда они спаренные. И многие-многие так садят. Так, идем дальше. Ура, получила ответ на свой вопрос. У кого есть вопросы, пожалуйста, пишите, не стесняйтесь, я теперь буду отвечать, потому что я вижу, что очень многие люди блуждают в огородах своих, в участках. Спасибо за видео, верно говорите, главное добро. Это я всегда говорю. С добрыми намерениями подошел к растению, оно вырастет в два раза быстрее, чем ты идешь. И, не знаю, у меня муж как не зайдет в огород, или наступит на что-то, или сломает, потому что он их не очень любит, и они... Не буду на эту тему, не хочу. Так, хочется слушать. Объясните, обтяните. В этом году опоздала заказать семена Демидов и Настенька. Если нет, нет. Вот пишет Жанна про заказ семян. Этих семян еще очень много. Если вы живете не в южных регионах, и у вас позволяют сроки посеять в марте, например, как и у нас, пожалуйста, пишите мне на странице в Одноклассники. Я заказы еще принимаю, еще высылаю. Сейчас уже нет такой очереди, как осенью. Ждали люди по 4 месяца, по 5. Сейчас вот кто в декабре заказал, я уже их рассылаю. Срок ожидания сократился. Так что сейчас самое благоприятное время для заказа семян. Тоже вопрос, можно приобрести у вас томаты Нижний Новгород? Пишите, томаты приобрести еще можно. Семена вот сибирские, которые составляют основной, вот этот, основное мое население, моего огорода, такие как Демидов, Настенька, там, Петруша, Яблоки на снегу, Жаростойки, Ринет, все есть в наличии. Семена 1 рубль, 1 семечка. Зачем так много земли? Я не поняла, много земли в мешках, что ли? Но если, не знаю, то ли люди невнимательные, если я говорю, что я сажу, высаживаю 100 лотков, высеваю, а потом в стаканы все это, в полкилограммовые рассаживаю. Вы представьте, сколько это надо, даже отвечать, не знаю, как подробно или как-то просто. Надо, потому что вся уходит. Ольга, здравствуйте, я начинающий огородник, пока балконный, подписалась на ваш канал в прошлом году, я живу в Волгоградской области, спасибо вам за опыт, пока, раз кто бы не писал, нам, начинающим, очень полезно. Огромное спасибо. Так, тут вопроса нет. Вот пишет Василий, а у нас 50 и более лет по два садят, и все довольны. С уважением, Василий и вся Десса. Вот это ответ на вопрос, почему я сажу по два. Садят многие, просто немногие знают, и некоторые даже удивляются. А зачем вы садите по два кустика? Да все садят по два кустика, и я сажу. Ольга, когда вы сеяли перец для теплицы и томаты демидов для теплицы в 2017 году, живу в Оренбурге, хочется тоже высадить теплицу, в сроки сомневаюсь. Вы знаете, что вот у меня все посевы прошлого года, все показаны, все описаны, на все есть видео. Если вы заходите на мой канал YouTube, вы просто ленту отмотайте до прошлого года, до января. Там все-все посевы, пошагово, по дням, в теплицу садила в январе, а в открытый грунт садила в марте. Я точные, как даты, я не могу упомнить, потому что очень-очень много у меня сроков посадок. Я как ступенями раз посажу, через неделю еще раз, это невозможно запомнить. Все есть на моей странице или в Однокласснике, или в YouTube. И последний вопрос, которого здесь нет, но который мне пришел на Одноклассники, на страницу. Купила сорт Петрушу и думаю, садить или нет, хороший ли это сорт. Садите, не сомневайтесь, один из лучших сортов. Детерминатный, вот такой толстоствольный, с мясистыми листьями. В прошлом году я его посадила до заморозков. Вот посмотрите на YouTube, он обмерз полностью, до половины, почти до основания. Вся верхушка обмерзла. Я какие-то выдернула, а два оставила. Потом, через пасынки, вот начались пасынки расти, он оброс, восстановился. И точно такой же урожай дал, как вновь посаженный целый. Вот этим он ценен, что он очень живучий. И еще главное, его нельзя пасынковать. Я два года не могла его приучиться вырастить, потому что нет точной инструкции на пакетиках. Но написано, так, 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 вот такой детерминатный, такая высота. И написано, что возможно выращивание без пасынкования. Но там не написано, что пасынкование категорически запрещено, потому что именно на пасынках весь основной урожай вот у этого петруши-огородника. Вот эти пасынки, они вырастают такие же, как основной ствол. Их не различишь ни по толщине, ни по количеству плодов. И в результате он получается весь увешанный вот такими форма, ну примерно как Кенигсберг. Такие вот огромные, 300-350 даже грамм. И вот он чем хорош? В нем совмещается скороспелость и крупноплодность. Он рано поспеет, плоды будут крупные, красивые очень. Он, его вот, мои знакомые, я знаю, его и для торговли любят высаживать люди. И для продажи рассады. Рассада не вытягивается, его можно использовать так же, как и демидов Настенька для получения раннего урожая. Его я нынче буду садить в ранние сроки, высаживать в теплицу. И потом вам все покажу. Но у кого уже есть петруша, обязательно садите, не сомневайтесь, он вам понравится. Но только подробно изучите. У меня, по-моему, даже статья про него есть в Одноклассниках. Изучите вот особенности ухода за ним. Не общипайте, пожалуйста, пасынки, потому что они дадут вам основной урожай. Все, на этом закончу. И так разговаривала с птицеговорун. Дело в том, что, смотрите, многие хотели ко мне в друзья попасть, вот из Ютуба приходят. Но в Одноклассниках ограничено количество друзей до 5000. Я их давно уже набрала, и поэтому не могу никого не принять. И по многочисленным просьбам сегодня я, наконец-то, создала свою группу в Одноклассниках. Называется Огородная азбука Ольги Черновой. Все, кто хочет, приходите в группу. Буду всех присоединять, присоединяйтесь. Она еще совсем пустая. Кроме моего фото и названия там ничего нет. Но я надеюсь, она быстро наполнится. Там не только я смогу давать свои советы, рекомендации, фото. Будем все участвовать. Это наше будет вот такое, как сообщество дружелюбных, таких активных, одержимых любителей растений, садоводов-любителей. Все, до свидания. С вами была Ольга Чернова и моя Огородная азбука. Теперь так я буду заканчивать и начинать свое приветствие. Следующий видеоролик я буду начинать со словами. Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя Огородная азбука. До свидания!